книга про теория геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год делайте дела пока есть время а слепорожденным евангелие от иоанна 9 глава с 1 по 11 стихи господь иисус незадолго до своего исхода из мира из этой земной жизни идет вместе со своими учениками в иерусалиме им встречается некий слепой от рождения это всегда вызывает вопросы почему что как почему человеку надо было явиться в мир чтобы не увидеть этот мир ученики иисуса спросили у него равви кто согрешил он или родители его что родился слепым иисус отвечал не согрешил не он не родители его но это для того чтобы на нем явились дела божии мне должно делать дела пославшего меня до коли есть день приходит ночь когда никто не может делать пока я с вами в мире я свет миру после этих слов господь иисус плюнул на землю земля была пылью и от этой пыли он сделал немножко грязи и намазал глаза слепому сказал ему иди к источнику силам имел место быть такой источник в иерусалиме и там омой свои глаза слепой пошел омыл глаза и удивительное дело прозрел он впервые увидел голубое небо он увидел солнце он увидел людей деревья землю по которой ходил когда вернулся некоторые говорят так это же наш слепой другие да вроде похож на него человек говорит да это я как же ты прозрел человек с именем иисус помазал мне глаза грязью и велел идти силамскую купель где я мыл свои глаза и прозрел ученики задают любопытствующий вопрос кто согрешил он или родители его почему человек явился в этот мир больным подобные вопросы очень часто занимают и нас с вами не правда ли и мы уже становимся самого внимания чтобы услышать а что же господь иисус ответит нам это тоже интересно и что говорит иисус мне должна делать дела пославшего меня доколе есть день ибо приходит ночь когда никто не может делать казалось бы слова иисуса них не в тему они не имели ровным счетом никакого отношения к вопросу как же увязать то о чем спрашивают ученики с тем что говорит иисус они интересуются божественным промыслом они интересуются тайной почему человек бывает больным почему он бывает таковым от рождения а иисус совсем вроде бы как о другом как отнестись к тому что сказал иисус если выразиться попросту то ответ иисуса да не умничайте вы ученики задают умный вопрос вопрос на который нелегко найти ответ кажется даже что на него невозможно найти ответ и действительно почему человек появляется инвалидом этот мир господь говорит мне надо делать дела пославшего меня причем мне надо торопиться надо успеть пока еще день ощущение что дело к вечеру что уже совсем немного осталось времени настанет ночь когда никто не может делать дорогие ответ не такой какой ожидался мы тоже задаем умные вопросы нам хочется получить умный ответ а что мы слышим до торопитесь делать дела которые тебе надо успеть сделать день уже склоняется к вечеру скоро ночь когда никто ничего не может сделать вместо того чтобы заниматься толковыми нужными спасительными делами мы с вами все философы что придумал делать я что родился картошку чистить полы что ли мне быть что еще прикажешь делать может еще какую работу найдешь я философ мне дан ум я занимаюсь вопросами бытия вот что меня волнует а ты меня все толкаешь какие-то дела делать суть ответа господа нашего не умничайте дорогие мои займитесь полезным делом это главное и в связи с этим мы сегодня действительно не будем заниматься вопросами мы будем заниматься вопросами бытия что да почему и как обратим внимание на советы иисуса мне надо делать дела пославшего меня мы иногда тоже получаем задания а смотрим укладываемся то едва-едва надо уже очень торопиться времени осталось совсем мало день вот-вот кончится настанет ночь а там уже никто не может делать интересно что в некоторых древних рукописях здесь стоит слово не мне она и тогда слова иисуса звучат нам должна делать дела пославшего меня доколе есть день то есть речь идет не только о самом иисусе что ему надо было торопиться ему уже было отмерено совсем мало времени ему еще надо было много успеть однако и нам надо успеть сделать дела того кто послал в этот мир господа нашего иисуса речь идет не только о нем но речь идет и у нас тоже и так что мы с вами превращаемся из сторонних наблюдателей участников не вопрос а ну-ка посмотрим что там господу иисусу надо сделать нет оказывается эти слова напрямую относятся к нам это нам тоже надо сделать свои дела и нужно поторопливаться пока день что такое день и что такое ночь день это наша земная жизнь а ночь ночь это когда мы умрем когда закроем глаза когда больше не увидим восходящего солнца тогда настанет ночь смерть господа смерть господь здесь называют ночью а а пока живешь этот день так вот нам с вами надо поторопливаться ну и что что мне уже 78 лет ты чего меня хоронишь торопишь торопишь торопись так мне же 48 лет я еще только в расцвете сил торопись о батюшка мне же еще всего лишь 18 лет торопись независимо от нашего возраста торопись доколе есть день действительно дела того кто послал в этот мир иисуса можно сделать только в земной жизни мы верующие иногда своеобразно изловчаем ся самое же главное потом вечности что эта жизнь она скоротечна быстро проходит и ним и не имеет никакого значения а правда что ложись да спи нет эта жизнь имеет великое значение а потом а потом ты уже делать ничего не сможешь так разве не потом самое главное потом ты делать ничего не сможешь но ведь царство небесное будет потом потом делать ты ничего не сможешь и тут мы вдруг просыпаемся сейчас день оказывается наша земная жизнь чрезвычайно важно если хотите в некотором смысле даже важнее того что будет потом потому что потом делать ничего не сможем сейчас только мы можем все делать часто нам представляется что эта жизнь коротенькая ну правда что такое 90 лет по сравнению с мировой историей и уж ровным счетом ничего по сравнению с вечностью здесь мы так немножечко потолчемся на земле а вот потом то да потом у нас времени много будет ангел с неба клялся что времени больше не будет время дано только здесь в этой земной жизни до смерти потом уже делать добрые дела не с нисколько времени у нас не будет как кто-то даже удивиться это что такое потом вечность а вечность не думайте что этот день два три месяц год 2 3 сотый двухсотый тысячный пятитысячный нет там нет календарей там нет часов там нет времени там нет последовательности событий там вечность что это такое во всяком случае не время вечность это когда уже ничто ничто ничем не сменяется в чем застану в том и сужу и вот на чем наше время здесь кончится в том состоянии мы будем вечно не надо думать что здесь коротко а там долго это здесь долго потому что даже не долгая жизнь это все таки много времени а там нисколько там времени нет там вечность там мы будем в том состоянии какое здесь обрели время только здесь так что правда все так серьезно я-то думал что главное потом правда все надо успеть сделать здесь и сейчас если я знаю что все должен сделать сегодня а завтра у меня возможности делать уже нет тогда я сегодня скорее всего не буду праздно сидеть так что дорогие все надо успеть сделать за земную жизнь смотрите как у нас повелось многие люди приходят храм когда когда кто-нибудь умрет и тогда начинается окрещенный был не знаю вроде был а может и нет и вот теперь сполошились пока жили пока шла земная жизнь пока у нас простите была куча времени мы не шевелились умер вот теперь зашевелились а все времени больше нет настала ночь когда никто ничего делать не может теперь он будет в том состоянии в каком оказался состояние ли это блаженство или состояние мучения но в любое время не время когда еще что-то еще можно делать и вот мы православные христиане молитвы за усопших превратили в некую по подушку которую мы так глубоко засунули себе под голову на какой так мягко и сладко спать все на потом причем кто будет что-то делать потом но те кто после меня останется вот они тогда потрудиться то ли еще что нет времени больше не будет настанет ночь когда никто ничего не может делать надо успеть за земную жизнь уверовать там никто не уверует некоторые думают вот там я проснусь и увижу правда вот он бог есть ага а то нам там на земле говорили что что-то непонятно вот он иисус тоже есть вот он рай есть вот и от так тоже есть не там не будет возможности уверовать возможность уверовать только здесь там я буду в том состоянии которое здесь обрел совершить какие-то дела мы можем только здесь нет никакой возможности потрудиться там нет возможности заняться делом там там надо вечно пребывать в том что приобрели здесь мне должно делать дела пока есть день даже иисус христос все ради чего он был послан небесным отцом должен был успеть за то время которое было ему отпущено за эти 33 года потом все обрезано пока есть день делай потом настанет ночь когда никто уже ничего не делает там уже совсем другое вот дорогие как важно это земное время только сейчас мы имеем шанс что-то сделать ни одного зря прожитого дня римский император тит вел как это бывает у людей дневник и в своем дневнике он старался записать какое-то хорошее дело которую сегодня сделал и это вовсе не из горделивой мысли о какой я хороший скорее наоборот он проверял себя что он сегодня сделал однажды вечером сел писать свой дневник покрутил в уме весь день и ничего не вспомнил чтобы он хорошего сделал и написал сегодняшний день я прожил зря запись дневнике этот день не вернешь отговорка я завтра отработаю я завтра вдвойне сделаю нет завтра мы можем сделать только дела завтрашнего дня если я сегодня не сделал то что должен был сделать сегодня то сегодняшний день я прожил зря 24 часа умножайте на 60 минут и считайте сколько из них прошло зря никогда я их не отработаю откладывание на потом может обогатить в лучшем случае завтрашний день но сегодняшний день уже не вспомнит не восполнится этот день прошел навсегда зря и настала ночь и больше никогда не смогу этот день наполнить тем для чего он мне был дан тем кто послал меня в этот мир в эту жизнь сегодняшние дела я могу сделать только сегодня вот это так важно как живет человек человек живет очень часто либо вчерашним либо будущим и это считает считается вы знаете таким особым аристократизмом вот я сижу особенно если я уже не молод и голова у меня убеленная и вспоминаю наконец-то пришло драгоценное время мемуаров наконец-то можно повспоминать и что еще хуже порой прошлым живут люди молодого возраста вы знаете жить прошлым невозможно как я же вспоминаю да я вспоминаю бог дал человеку способность память и и воспоминаниях бывают польза но только ничего не могу изменить ни один из воспомянутых мной дней я не могу наполнить хотя бы одним самым маленьким маленьким добрым делом я могу только вспоминать я там уже ничего не могу изменить поэтому жить прошлом это практически не жить это подстерегает особенно тех кто в молодости достиг успехов это бывает у спортсменов у них же все успехи в молодости достигнуты потом они больше не могут делать то что могли когда-то и тогда приходит вас воспоминания пересчитывать медали некогда завоеванные но ты уже ничего этого больше не можешь и начинается депрессия начинается уныние тогда появляется водка наркотики и игры нельзя невозможно жить прошлым но хорошо тогда буду жить будущем жить будущем тем более невозможно как невозможно жить прошлым во первых будущего может не быть я себе все распланировал на завтра на предстоящую неделю на месяц и даже пятилетний план составил а сегодня может быть последний день моей жизни и куда этот великолепный план переполненный добрых толковых нормальных таких хороших дел будущее может не быть настанет ночь когда никто не может делать давайте не так мрачно смотреть все таки есть же шанс что будущее будет ладно пусть будущее будет господь может дать завтрашний день неделю пять лет и больше того все что я планировал сделать сегодня я перепланирую на будущее это будущее мне действительно достанется настало и я уже не хочу больше этого делать она уже не входит больше в мои планы что называется перегорел вот сейчас пока тебе хочется сейчас пока ты можешь и хочешь торопись сделать потому что потом ты же но только делать уже не хочешь перегорела прошло теперь мне больше этого не надо бывает и по-другому будущее настало и желание делать осталось только это теперь уже никому не нужно я хотел послезавтра посетить больного послезавтра настало и я хочу это сделать только больного выписали и все уже не надо хороша ложка к обеду что и хлопать потом так что нельзя жить будущем единственное что есть реально это сейчас вот сейчас я есть вот сегодняшний день и мне надо делать дела пославшего меня каждого из нас бог послал в этот мир а еще лучше если нам должна делать дела которые совершить вместе с нами был послан христос тогда получается что небесный отец послал христа что-то делать а делать это надо не только ему но нам всем вместе с ним вот это и называется церковь то что сделать был послан христос делает теперь вся церковь так например христос был послан чтобы совершить тайную вечерю а теперь это делает вся церковь христос был послан благоествовать царство небесное а теперь это делает вся церковь нам должна делать дела которые небесный отец поручил христу это удивительно ведь нам нравится когда кто-то из важных значительных людей совершая свои значимые дела вдруг говорит нам а ну-ка иди сюда и приобщает нас к этим делам да нам нравится сами бы не смогли у самих кишка так тонка сами не потянем но вот этот значимый человек говорит иди будем делать вместе бог послал христа а христос говорит нам идите сюда вместе будем делать господь каждого из нас зовет сегодня прошлое не вернешь а будущее наше уже сильно сильно под вопросом сегодня надлежит делать вот есть такая вещь как возможность родителей слушаться нет а кто-то промолчал это те у кого она еще есть нет сказали те у кого уже родители нет уже нет возможности у меня тоже уже нет возможности папу с мамой слушаться я лишен этой возможности но она у меня была и вот тогда я это должен был делать а потом наступает ночь когда уже делать ничего невозможно вот пока у меня есть папа с мамой слушайся потом захочешь послушаться скажешь да какой же я тупой был договорились же они мне ведь было ими сказано и предостережение было но все что называется проехали теперь уже невозможно вот как надо дорожить временем один батюшка рассказывал к нему пришли поздно вечером он ужинал постучали пришел мужчина и сказал что его жене которая уже некоторое время была весьма весьма больна неизлечимой болезнью совсем стало плохо и сказал батюшка сейчас сейчас это имелось ввиду ужин доел встал поехал приехал больная лежит бездыханно ужин доедать не надо было вы знаете один малый ребенок который был приучен слушаться заметил что взрослые когда их зовут иногда сразу встают и идут куда их позволяя иногда говорят сейчас сейчас имеется ввиду что они встанут и не сделают ребенок раньше был в затруднительном положении потому что не всегда хотел сделать то что ему велят родители теперь у него был спасительный рецепт в руках когда папа с мама его зовут и говорят что то этот маленький ребенок уже умом не соображая ведь трех лет не исполнилось говорит сейчас сейчас по внимание этого ребенка было право не делать то что ему сказали а продолжать заниматься своим вот это наше сейчас 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 это значит успокойся терпи жди вот это сейчас никогда не надо говорить надо вставать и делать когда мы говорим сейчас этому себе выхлопотали паузу а пока она прошла настала ночь когда никто ничего делать не может и как потом себя коришь но ведь мог бы но позвали день склоняется к вечеру и сегодня пока не поздно надо делать а вы как те ученики и философы так тоже согрешил он или может быть его родители или еще что-нибудь а нам уже некогда философствовать нам надо срочно пока день сделать те дела которые сделать нас послал господь аминь а